Невероятно вкусный и сытный суп из тыквы с удовольствием съедят и взрослые, и дети, если вы подадите его на обед с поджаренными тыквенными семечками, тостами, сухариками, готовится блюдо очень быстро. Тыкву для приготовления красочного супа можно отварить или запечь в духовке, особенно ароматной она получится, если при этом добавить молотый тимьян или орегано. Тем, кто любит чесночный аромат, рекомендуется всыпать при окончании варки пару щепоток молотого сушеного чеснока, за неимением блендера отперируйте кусочки тыквы обычной вилкой. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте указанные ингредиенты. Тыкву очистите от кожуры и промойте в воде, очистите лук и чеснок от шелухи и промойте, нарежьте мелкими кубиками, прогрейте в казане или ковше растительное масло и высыпьте в него луковую и чесночную нарезку, отпассируйте в течение 2-3 минут до румяности. Тыкву нарежьте крупными кубиками и добавьте в емкость к луку, обжарьте примерно 1 минуту. Всыпьте соль, по желанию добавьте и другие специи, пряности. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Влейте горячую воду, высыпьте лавровые листья и отварите тыкву примерно 15-20 минут до мягкости. Когда кусочки тыквы станут мягкими и будут легко протыкаться ножом, нагрев выключите. Извлеките лавровые листья и отперируйте содержимое емкости погружным блендером, либо переместите в чашу кухонного комбайна и измельчите в ней. Разлейте горячий тыквенный суп в глубокие тарелки и сбрызните растительным маслом. Присытьте очищенными тыквенными семечками, без жира витамина, которым так богата тыква, не усвоится организмом. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Тыква, 250 грамм, лук репчатый, 1 штука, масло растительное. 40 миллилитров, соль, 3 щепотки, чеснок, 1 зубчик, вода, 1,5 стакана, семечки тыквенные, 20 грамм, лавровый лист, 2 штуки, количество порций, 1-2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем пока!